Продолжение следует... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вот сюда. Обыщите дом и все вокруг. Слушаюсь. О, господин Фельдшер, какого что-то вы здесь сделаете? Я покупаю здесь мясо. Мясо? Оставь коготье. Его нельзя купить. Видите ли, господин Зайдлиц, кроме мяса я у этой женщины покупаю еще и травы. Да, Мария потомственная знахарка. Кстати, как ваш радикулит? Не беспокоит? Нет, если что, у меня есть отличная настойка. Я даю вас присущая поспал союз. М-да. Ах ты, мать моя родная. Че ж ты удумала, да? Зачем столько кур режешь? Пропадет ведь мясо? Лучше уж пущай пропадет, чем этим. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Осмелела ты, гляжу. Чего мне бояться? Ты в хате-то одна? А ты что, ослеп? Под печку вон еще загляни. У меня там прусаки живут. Прусаки, говоришь? Ну, ладно. А ты будешь голодовать со своими прусаками, поскольку мясо, согласно приказу немецкого командования, подлежит конфискации. Ну и забирай, подлюка, чтобы все там подавились этим мясом. А ты мне тут зубья-то не показывай. А то, зубья, пообломать можно. И не таким обламывали. Золдаты! Золдаты! Ком со мне, шнеля! А вы сейчас в город? Да-да. Совершенно верно. Хорошо. Я вас подвезу. Сотно и на стойку у вас возьму. Я благодарю вас. Но я приехал сюда на велосипеде. Может, я не беспокоиться. Его привезут. Я распоряжусь. Ошибочка вышла, Гера Зайдлиц. Нету этой бабы-диверсанта. Так что уж, извиняйте. Это следовало ожидать. А зато конфискат имеется. Ну, мы в самый час поспели. Мясо птицы. Для немецкого вермахта. Слушаюсь, господин Зайдлиц. Довольно. Кажется, я остался без куриного бульона. Это... Вынужденная мера? Немецкий вермахт не стоит в портовой сфере. Я вас тут, господин Забара. Ровно через десять минут. У моей машины. Господин штандартенфюрер, в доме этой бабы никого не нашли. Возьмите заложников. Это очень действенная мера. Если нам не выдадут русского диверсанта, мы расстреляем их. Десять человек. Хватит. Пятнадцать. Это будет более убедительно. Слушаюсь. А ну, пошли! Не задерживайся! Давай, давай! Вперед! Вперед! Николай! Николай! Я вас назначаю старостой. Головой отвечаете за сбор продовольствия и отправку в порт. Спасибо. И возьмите в заложники мать этой девушки. На всякий случай. Слушаюсь. Вебер! Да, господин штандартенфюрер. Предупредите Фройлен Ингу, что я задерживаюсь. Она в моей машине на той стороне улицы. Но Фройлен Инга уехала. Уехала? Уже часа полтора назад. Вот как? Вы свободны. Слушаюсь. Писто. Психопатка. А ну, пошла! Вперед! Мама! 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 Пошла вон! Лживая сечка! Хауп распорядился. На случай, если вспомнишь, где искать этого дурочка. Я умоляю, даже больна отпусти. Будешь вякать, я и тебя изберу. Мама! Доченька! Доченька! Мама! 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 Останови! Что здесь произошло, еврейтор? Совершено нападение на солдат из зацепления. Господин оберштурмбаннфюрер. Один убит, другой тяжело ранен. Как и их фамилии. Шрёдер Ганс и Фейнхальц Курт. У Курта тяжелое ранение в грудь. Отбрать его немедленно в госпиталь. Слушаюсь. Редко получается так удачно провести операцию в полевых условиях. Я бы не взялась. Вы врач? Фельдшер. Закончила медицинские курсы в разведшколе при НКВД. Ясно. А почему же вы? Не задавайте личных вопросов. Мне приказано помочь вам. Мне нужна связь с центром. Это я вам обеспечу. Как вы планируете взорвать склад? Прорваться с боем и взорвать. Тупо, но эффективно. Исполнители, как я понимаю, погибают. Потери будут. А эти люди, что с вами? Они готовы к этому? Зачем им знать? Затем, что когда они поймут, во что вы их втравили, они могут отказаться. А у вас в городе есть обученное диверсионное подразделение? З tuberculJA Зношенский Что все стерывает машина штандартенфюрера? Ведите ли, господин Зайдлиц, медицинские вопросы господина Хаук и его дамы, фройлен Инге, это, это настолько щекотливая тема, что… А, впрочем, вы можете спросить у него сами. Пожалуй, я заеду к вам в другой раз. Как вам будет угодно. Ап! Капитан Кайсенов ранен, но готов продолжать операцию. Так точно, товарищ командующий, я понимаю всю ответственность положения. Никак нет. У меня только свежие. Свежие-то, значит, не обстрелянные, не битые, товарищ командующий. Есть срок у два дня. Трибуналом грозит. А я тебя предупреждал, Гриша. Через три дня, по данным разведки, немцы начнут масштабное наступление по всему фронту. А наши войска еще не успели передислоцироваться. Так что, если немец ударит, а он ударит, обязательно. Мало нам не покажется. Разрешите, товарищ майор. Вот что у финцев. Передай доктору. Посылку доставить во что бы то ни стало. Срок. Срок? Два дня. Два дня. Выполнять. Есть. Надо было посылать вторую группу. Не слышишь ты меня, Гриша? Не слышишь? Кого? Кого посылать, Матвей? Вот этих необстрелянных сосунков? Извини, но совесть не позволяет. За четыре месяца я потерял шестьдесят пять человек. Лучших, отборных ребят. И новых мне взять неоткуда. У меня, Матвей, выход один. Или Косым взорвет к чертям собачьим этот склад или… Ну? Ну? Расстрелять тебя не расстреляют, Гриша. Но экскурсию на Соловки лет на десять организуют. Это я тебе гарантирую. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Господин штандартенфюрер, раненый в оцеплении Унтерфейнхальскурт пришел в сознание. Он может говорить? Не уверен. Он в тяжелом состоянии. Вы его допросили? Нет еще. Хорошо. Я это сделаю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чего тебе? Мою маму забрали. Проходи. Тетя Мария, не выдержит она там. Помогите. Она же хворая. А чем это я могу помочь? Тетя Мария, я вчера утром, когда за водой ходила, я видела, как Леха и еще кто-то раненого к вам несли. А потом фельдшерка он приехал. Вот я… Вот я и подумала, что… Ты чего пришла? Для своего огрызка Ивана вынюхиваешь? Нет. Нет. Нет, что вы, тетушка. Наврала я о нем. Я… Я Алешеньку нашего люблю. Да без памятства люблю. Ну, хотите… Хотите, я на икону покрещусь. Мне бы про мамку мою узнать. Может, ваш фельдшер чем-то поможет. Он же лечит их. Немцев. Мне с тобой нужно ехать. Тебя он слушать не станет. Спасибо, тетушка. Под воду у своего Ивана попроси. Не мой он, тетушка. Не мой, я же говорю. А ты сделай вид, что твой. Глядишь, и под воду даст. Не убудит тебя, коли мать спасти хочешь. Прошу. Оставьте нас одних, пожалуйста. Вы тоже зайдлиц. Слушаюсь. Как вы себя чувствуете, Курт? Вы слышите меня? Вы можете говорить? Могу. Кто в вас стрелял? Партизаны. Скажите, нам важно это знать. Фройлин Инга. Вы не ошиблись? Нет, господин штандартенфюрер. В багажнике машины. Фройлин везла русского диверсанта. Выздоравливайте, Курт. Спасибо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Представьте Фейнхальса и Шрёдера к награде. Посмертно. Но Фейнхальс, он умер. Только что. Хороший был солдат. На вышке у них два пулемёта, а на КПП снаружи двое фрицев. Внутри за оградой тоже есть. Сколько точно сосчитать не удалось. Это авантюра? У вас осталось-то ровно сутки. Это не обсуждается. Река на входе заминирована, конечно. Да нет вроде. Мы видели, как катер баржу тащил. На ней немцы харчи из сёл в порт свозят. Сколько немцев на катере? Человек пять. Как часто катер ходит? Утром и вечером. Но если надо точнее, могу у отца спросить. А ну давай вперёд, волчье мясо. Вперёд. Давай, не боись. Слезайте. Приехали. Только поскорей. Я его правую обратно. Катерина, тебе может какой подарочек исправить? Скажи, что желаешь? Не надо, обойдусь. Ой, какие мы гордые. Подожди меня здесь. Ах ты, сучонок. Вот где копался. А насчёт подарочек подумай. Но! Пошёл! Что у вас, Люсьенька? Там к вам женщина из села Кулики. Говорит, вы её знаете. Мария и назвалась. Угу. Так. Ну скажите ей, чтобы она подождала минутку. Хорошо. Так, юноша, выйдите через эту дверь, спуститесь на первый этаж. Там в конце коридор и выход. Встречаемся у поваленного дерева. На просёлке часов шесть. Постарайтесь раздобыть подводу. Взрывчатку из тайника загрузите. Понял. Надо было бы ему сказать про родителей. Не нужно. Может, статся вообще не узнает. Вам пока тоже нужно будет спрятаться. Вот сюда, за ширму. Хорошо, Иван. Мы за этот час приедем туда. Подключи полицайских. Слушаюсь, герзайдлиц. Будет исполнено. И ещё. Вы не забыли? Что? Вы мне обещали насчёт матери Катерины, невесты моей. Поспособствуйте герзайдлице. Хорошо, Иван. Я постараюсь что-нибудь приём её стирать. Не за себя прошу, доктор. Хворая она. Очень хворая. Да я всё понимаю. Но чем же я могу помочь вам? Когда вы операцию, козы мы делали у меня. К вам на улице офицер подходил. Немецкий. Может, его попросить? Хорошо, Мария. Я поговорю с господином зайдлицем, но я ничего не обещаю. Лёшенька. Лёшенька. Катя. Лёшенька. 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 Ты откуда здесь? Ах ты, полудурок, чёртов. Я мамку приехала выручать. Немцы её в заложники взяли. Вот мы с тёткой Марией кинулись в доктор. Вдруг он поможет? Он же русского раненого лечил. Вот мы и подумали, что… Катя, вот про это думать забудь. Ты меня поняла? Поняла. Поняла, Лёшенька. А ещё… Тут такое случилось. Я не знаю, как сказать. Катенька, потом скажешь. Потом. Уходить надо отсюда. Слышишь? Уходить. Потом. Яков, хороший райт. Сделал винтовку из-за мной. Быстро. Ага. Ты чего? Поговори мне ещё. Чего? Сейчас в рыло дам. Иван! Ты куда? А подвода где? Как же мы домой поедем? Что ты ищешь порядок? Стреляй! Это партизан! Нет! Нет! Скорее! Лёшенька! Лёшенька! Ганинка, уходи, уходи! Ганинка! Уходим! Лёша, Лёшенька, бери, пожалуйста! Бери! Бери! Ну, что там в селе? Много заложников взяли? Много, Лёшенька. Ой, как много! А батя мой что, молчал, как всегда? Ты говори, как есть. Чего уж там? Расстреляли его, Лёшенька. Расстреляли его. Какого расстреляли? Момку тоже? Тоже. Стойте! Стойте! Вот здесь я увидел! Сайдлиц! Гер Сайдлиц! Подождите! Подождите! Выходить надо. Немцы сюда идут. Доктор, там стреляют. Ничего страшного, голуба. Остаётесь здесь за главную. Если кто-нибудь спросит, у меня срочный вызов. Хорошо. По одному. Идите первым, доктор. Что это вы, доктор Робби Терсон? Доктор. А? Наверное, я пьяцца травами квашистных хаги. Боюсь, она не сможет вам помочь. И я только что пристрелили. У нас ранение. Господин доктор. Спасибо, Гер Сайдлиц. Не соль сволите выпойнить свой фротшерпный толк. Брос пистолет! Иначе я убью этого идиота! С steeper. У вас неплохо получилось. Не убивай, я тебя прошу! Я её не хотел, они меня заставили. Я тебя прошу! Что? Пожалуйста, отпусти меня! Пожалуйста! Ну, что ты так нервничаешь? А? Никто убивать тебя не собирается. Какая охрана на причале? Знаешь, сколько человек в вооружении? Семь человек, солдат. С автоматами. С ними новый староста Николай. Но он так, за продовольство отвечает. А в какое время катер пригоняет баржу на склад? В шесть утра. Точно. В шесть утра, ну, может, позже. Молодец. Я ж говорил – главное, не нервничай. Передайте в центр. Посылку доставим сегодня. Ой, господи, неужели детей не пощадят? Ой, молись, дочка, молись. Все в порядке? Вы хорошо себя чувствуете? Осталось немного. Потерпите. Краузе, будет справедливо, если мы потянем жребий. По крайней мере, никому не будет обеда. Особенно им. Хватит болтать, давай свой чертов жребий. Кто вытянет короткую, тот у пулемета. У меня длинная. И у меня. Дерьмо. Везет же мне. Заряжай. Целься. Огонь. Огонь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ААА! АХТ dafür! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вебер, ты куда? Назад! Засранец! Ну, шо? Никто не передумал? Зайдем. А шо порадумывать? Мне 53 года, а я свое порву. Если немец на моей Украине хозяйничек будет, я себе этого никогда не прощу. А у меня Женьку в Германию гнали. Как она там? Не знаю. Чешова. Куда я пойду? Ну, че ты уставился на меня? Как мышь на крупу. Мне взрываться рановато. Не хочу. У меня там баба одна. И малец только родился. А он смотрит на меня, понимаешь? Ну, помоги. Под собой. Держать камень собираюсь. Иди к своей Женьке. Ну, и пойду. Ну, и давай. Тоже мне герои нашлись. Браво вас, Никола. Идите, взрывайтесь, если вам жизнь недорога. А я на рожоне попру. Нема дурных. Тихо. Ну, шо ты нудишь. Это ж дело добровольное. Без тебя справимся, если так. Косым где ждать будет? На дороге у поваленного дерева. Так, ну что, идем? Кто-то еще не идет? Я не пойду. О, еще один. Иван? Я тоже остаюсь. Ну, и правильно, Иван. Ну, как знаете. Давай вперед! Ну, пошла. Пошла. Э, Макола с нами или как? Да не. До проселка дойду и до хаты. Женьке. Передача окончена. Передача окончена. Немцы взяли заложников в селе? Я знаю. Может, сообщить в центр? Не нужно. Заложники уже расстреляны. Передайте Кайсенову. На склад поданы составы. Завтра начнут отправлять топливо войска. Хорошо. Вам надо переходить на нелегальное положение. Из центра пришлют нового человека. А как же вы? Хаук получил назначение в Берлин. Ну, что ж, счастливого вам пути. Если у Кайсенова все получится, Хауку отправят на Восточный фронт. Это в лучшем случае. Прощайте, доктор. Прощайте, госпожа Кромич. Угу. Прощайте помню ручку. Прощайте. Прощайте. Кто такие? Свои, сын, свои. Покойничков своих везем из города. Ага. Заложников. Пошли, бакула, пошли. Ехать надо. Пойдём, пойдём. Господи, за что? Всё, мужики, ищай. Кать, Кать. Держись. Сыночки. 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 Ну, всё, поехали. Акола, догоняй. Тррр. Взрывчатку всю забрали? Не-а, осталось ещё. Хорошо. А что? Морозёк такой мрачный. Немца у него жену расстреляли. И сына. Недавно только родился. Слушай, Косым, тут такое дело. Мне в село надо. Я туда и обратно, мигом. Катерине своей два только словечка скажу. Иди. Догонишь нас. Ждать не будем. Я понял. Бондаренко, возьми. Я быстро! Крепись, батар. Поехали. На! На! Вот. Проститься пришёл. Как? Проститься? Почему проститься? Задание у нас, Катерина, серьёзное. Повидать тебя захотел. Не ходи. Пожалуйста. Чувствуй, в моё сердце сгинешь. Не ходи. Не сгину. Везучая я, Кат. Виновата перед тобой. Ты о чём, Катя? Заненавидеть меня будешь. Да что случилось-то, Катя? И он… И он… Он… Сильничал меня. Прости меня. Прости меня. Если вдруг ребёнок будет, мой будет. Прости меня. Мой письма. Простив меня. Покажи. Не забудь. Наспределя Sowать. Скажи, Инга, ты действительно любишь меня? Почему ты спрашиваешь? У тебя нет никаких тайн от меня? Ну, конечно, нет. Я от тебя ничего не скрываю, Фридрих. Сегодня, когда отправляли тело Зайдлица в Германию, я вдруг подумал, мне сорок лет, не дай Бог, что, мой древний род прервется на мне. Ты станешь моей женой? Шниц опять Вагнера слушает. Надоел он со своим Вагнером. Каждую ночь одно и то же. А мне нравится. Это полет Валькирии или марш ведьм. Мы в Берлинской консерватории исполняли его. А по мне и война дерьмо, и музыка дерьмо. Пойду отолью. Субтитры sequel Переодевайся. Только смотри, если он выстрелит. Нет, не выстрелит. Держи. Можно эту дрянь выключить? Мне ночью еще обоз принимать. Дайте поспать. Не может быть. Я, кажется, пропустил приказ фюрера о назначении этого остолопа нашим начальникам. Ну что, отлил? Тревога. Идиоты. Идиоты! Убивать надо быстро и без шума. Пошли. Баржу надо подогнать на склад с шести утра. Времени осталось совсем немного. Касым. Ну все, загружаем на баржу. Мы же не вернемся. Этого никто не знает. Идут вовремя. Хочешь, что шонгул? Надоела эта дрянь. Я хочу нормального мяса. Сейчас Лунг причалит, попросим, он не откажет. Бондаренко! Сколько максимального слов может развить катер? Семь. Нам могу выжать больше, чем все надо. Давай, жми на полную! Сын. Фонарь. Что? Они подавали какой-то сигнал. Они вошли в зону. Почему не сигналят? Может, лампа перегорела? Возьми на всякий случай катер на прицел. Катер на прицеле. Баржа, я пост номер один. Требую немедленной идентификации. Баржа, я пост номер один. Требую немедленной идентификации. Ты записал сигнал? Забыл. Так вспоминай, легче тебе дели. За каким хреном тебя посылали? Саданучи сейчас по нам. Один короткий, два. Два нет. Два длинных нет. Да, два длинных, два коротких. Огонь по моей команде. Есть. Вспоминай давай! Расстреляют у нас, как Куропатых на подходе! Два коротких, три длинных! Два коротких, один длинный! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Отставить своим! Перепились они там, что ли, идиоты? Сработало! Сработало, Леха! Значит, не зря помрем! Да? Кто помирать собрался? Батаретка! Какая скорость? Пять узлов! Расгоняй на полную! Да ты шо? Поймут! Это уже их проблемы! Мы уходим! Понял! Полная! Насмахать! Что они делают? Стреляй, Гаупер! Стреляй! Стреляй, Гаупер! Стреляй! А теперь влево! Влево давай! Стреляй, Гаупер! Стреляй! 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 А теперь влево! Молчатый, Гаупер! Стреляй! Да, страна дерьмо, а рассветы здесь красивые. КОНЕЦ 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 До линии фронта километров сто пятьдесят. Ты уходишь? А я думал, партизанами будем вместе. У меня другая работа. А это ваша земля. Вот и защищайте ее. Даст Бог, встретимся, командир. КОНЕЦ Тебе нужнее. Береги себя, Леха. КОНЕЦ Ну и что, командир? Команда. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...